О МАЙ ГОД! А то несколько крайних видосиков платформа проигнорировала. А подписавшись на мою телегу, ты получишь две плюшки. Я скину тебе фейспак вундеркиндов из этого видоса, потому что у них практически ни у кого нет фотографии по дефолту. И скину тебе подгружаемый шортлист в твой сейф, чтобы ты его загрузил в свое сохранение и не искал футболистов вручную, которые тебя заинтересуют после просмотра этого видоса. Список открывают голкиперы. В свои 16 лет он уже дебютировал за основную команду Беневента. Произошло это в матче на кубок, отыграл 120 минут, а в серии пенальти вытащил одну с точки. По лицу этого вратаря можно сразу понять, что Пубертар в самом разгаре. При этом в свои 15 лет уже имеет росточек 191 сантиметр. Бенфику ты еще не раз увидишь. Андрей Гомыш только открывает список их талантов. Стоимость не столь большая, можно прицеливаться к нему уже в первых сейвах. Неожиданно приехали в Шотландию. Здесь есть Мюрр Джонсон из Хиберниана. В балансе голкипер имеет все нужные от 10 до 14. Немного спорный, но при этом перспективный вратарь из Шальки. Во-первых, цена говорит, что он не всегда генерирует свой потенциал. А во-вторых, меня смущает его легкомысленный характер. Три гарантированных беста на позиции голкипера. Все эти ребята очень высоко оценены на западных ресурсах. После неоднократной прогонки сейвов они раскрывались лучше всего. Джейми Васкес покинул Мадридский Реал, но перспективным считаться не перестал. Несмотря на хороший столбик техники и физики, его психология далека от беста. Разве бывают списки бестов без игроков Аякса? Конечно же не бывает. Вот вам практически сформированный Итан Бутера. Все нужные статки уже от 10 до 13. Забегая вперед, могу сказать, что Барселона имеет большое количество интересных юниоров в этой ФМ. Этот парень в свои 16 мог бы играть в любой команде РПЛ в основе. 15 лет чуваку, а отборы уже 16. Выбор позиции 14. Что у него будут за скиллы к 20 годам, если он будет заигрываться за основу клуба? Боюсь представить. Три гарантированных беста ЦЗшника. И здесь вновь встречаем игрока Аякса с лучшим потенциалом среди всех молодых защитников. Четвертый сын Зидана тоже заиграл в футбол и сразу же попал в список вундеркиндов. Хоть по скиллам Эльяса это и не скажешь, но ресерч нарисовали 140-165. За этого беста из США уже вовсю бьется сборная Англии. Начинал он играть за сборную США до 16 лет, но сейчас англичане его переманили и заигрывают за сборную до 17. Бестенку всего несколько месяцев назад исполнило 16, а он уже попадает в список топорей. Ну что сказать, школа Аякса шикарна. Вот и классические латиносы замелькали в списках. Валентином интересуется уже сам Милан, что говорит о многом. Да и скиллы у него уже достаточно взрослого уровня. Три беста на позиции левого защитника. Я тебе аккуратно вкину. Если хочешь начать сейф в Италии, присмотрись к лечи. Советую. Реал неплохо устроился. На противоположном фланге защиты тоже имеют потенциал из потенциалов. Но опять-таки, как и в случае с Зиданом, кандидатурка спорная. К Гранде присматриваемся. Ценник для первого трансфера в новом сейфе очень аппетитный. Да и скиллы уже выглядят приятненько. Наверняка бустанет свой потенциал в хорошем клубе. Думали Порту не будет отвечать своими бестами Бенфики? Не ошибаетесь так. Фернандеш похуже прошлого кандидата. Да и цена здесь совсем печальная. Судя по всему, пока мы читаем новости о постоянном банкротстве Барселоны, они тихо плодят огромное количество талантов. На этот раз уверенный 16-летний правый защитник. По классике, края защиты останутся проблемным местом. Бестов здесь не так много, в отличие от других позиций. Но вот эти бесты тебя точно не подведут. Будто бы 16-летних вундеров стало больше, чем обычно. Нет такого впечатления у тебя? Эти школьники чуть ли не в каждый топ по позициям заскакивают. Неоднозначный футбик из Сосуолы ввиду своей плохой психологии. Не знаю, может у меня в сейфе плохо сгенерировался. А так, потенциал у Липани от 140 до 170. У этого Латиноса есть любопытный факт. Несмотря на свои 17 лет, он вызывался в сборную Бразилии до 23 лет. Ну а почему нет? Когда у тебя такие сбалансированные скиллы от 11 до 14 в любой строке. Новой топ-команде из Бельгии полагаются юные бесты. Артур уже стабильно играет за взрослую команду, как в чемпе, так и в ЛЧ. В ФМ-21 я так и не доиграл свой сейф за Барселону только воспитанниками. Но судя по всему, в ФМ-24 этот челлендж будет слишком легко выполнить. Тройка лучших опорников выглядит так. Заир Эмри – безумный футболист для 17 лет. Готовьте сотку лямов не меньше, если захотите его купить себе. Крис Рик мог бы стать хорошим подспорьем для того, чтобы начать сейф за Сандерленд. За них всегда приятно поиграть, но с таким бестом было бы вдвойне приятнее. Вот только я сомневаюсь, что его удастся сохранить. Уже со старта интерес от Челси, Арсенала и Ливерпуля. Уже сейчас он хороший среднячок для игры в центре поля. Цена низкая, контрактик кончается. Берем на чек для покупок в первом сейве. Этого игрока я бы уже с такими скиллами забрал бы в топовый клуб. Многие показатели для выдвинутого плеймейкера равняются 15. Вот и талантливые викинги доехали в возрасте 16 лет. Достаточно универсальный тенейджер. При должном развитии можно будет использовать даже на флангах. По дефолту Шальки выставляет этого парня на трансфер за 11 миллионов. Но гонку выиграть за него будет тяжело. ПСЖ, Бавария, Милан, Интер и еще 15 клубов выстроились в очередь. Топорях хорошие знакомые. Вот только Невиш уж больно бестовый стал. В FM23 он не всегда раскрывался в сейвах. Приятный паренек из Лориана на позиции Цапчика. Но он не против побегать и на позиции форварда, которую он знает в совершенстве. У Динезе рождает нового таланта в лице Симоны Пафунди. Импровизация 16, техника 15 бросаются в глаза. Как и перк на подкрутку мяча. Испанцы частенько мелькают в этом списке бестов. Но на этот раз нашелся бюджетный Жано из Сарагосы. Берем еще одного паренька на чек для первого сейва. Как же мы любим бестов из Южной Америки. Если этот футбик подтянет физику по ходу сейва, то он претендует на звание самого техничного игрока FM24. Пока я искал ему адекватную фотографию, успел наткнуться на статью с заголовком «Новый Роналду». Наверное, сравнение из-за второй позиции левого инсайда. Иначе другого подспорья я попросту не вижу для таких параллелей. Уже можно привыкнуть, что чуть ли не на каждой позиции есть молодой каталонец. Но и Академию Палмериса отмечаем, где растет новый Эндрик. Система Рэдбула работает как лучшие часы в мире. Готовый топар из Бразилии, за которым наверняка будет охота от ведущих клубов мира. В первую очередь, конечно же, от немецкого Рэдбула. Очень интересный Типсон из Южной Америки с тремя зелеными позициями. Думаю, с такой низкой ценой его не составит труда подписать в любой европейский клуб в первом же сейве. Без Брюги тоже было бы скучно в этом списке. Еще один Викинг в талантах, которым уже интересуются клубы из Англии, что говорит о нем как о серьезном игроке. Вот и Боруссия из Дортмунда нашлась в списке вундеркиндов до 18. С такой скоростью и техникой юный бельгийц будет разрывать фланг, но психологию нужно подтягивать. С бестами этой позиции все понятно. Ямаль – легенда FM24 с самым высоким диапазоном потенциала среди всех футбиков. Как видите, шейхи Ньюкасла не только бестов в основу покупают, но и хантят талантливых юниоров в свой состав. В этом сезоне Треван перешел из Бирмингема к сорокам. Еще один англичанин. Неужели у них там появляется поколение, которое будет способно взять ЧМ? Да нет, чушь какая-то. Снова проплаченный ресерч. Этому мексиканцу без роста скиллов не попасть в топ-чемпионат Европы. Но базу для апгрейда он имеет, ведь его потенциал рисуют от 150 до 170. Покупаем за гроши и чекаем в первых сейвах. Мне кажется, что можно устроить челлендж за Бенфику, продать всю основу и сразу же играть бестами из молодежного состава. Иначе куда девать столько талантов. Первый россиянин в списке, но и последний. Наконец-то ресерч оценил Пеняева по достоинству. Очень классные статуи уже с первого дня в сейве. 15-летний робот из Тоттенхэма номер один на левом краю. В следующем FM ждем 13-летних бестов с потенциалом 220. 15-летний швед с ростом 196 сантиметров. Да еще и потенциал прилично имеет. Кого он мне напомнил? Думаю, произносить вслух не стоит. Ты и так догадался. Запоминайте этого аргентинца. Он уже играет за основной состав Униона. А в хороших руках определенно дорастет до уровня Тевиза Ягуэра. Новый Ван Бастен или Йохан Кройф? Не знаю. Но этот нападающий из Аякса определенно обладает талантом, чтобы стать ведущим игроком в сейвах FM24. В Марселе со времен Дмитрия Сычева может появиться мощный форвард. Он уже в 16 лет выглядит как минимум игрок ротации в Лиге Фермеров. Португалия не перестает рождать новых Криштиану Роналду. На этот раз в спортинге. Здесь уже сравнения с легендой будут звучать более канонично. Если с бразильцами все понятно, в Испании намечается новая гонка двух бомбардиров, то вот сын того самого Ван Перси выглядит интересно. Я бы взял его на чек и постарался купить в любой топовый клуб Европы. На самом деле это лишь малая часть тех бестов, что есть в FM24. Уже сейчас без официально вышедшего редактора насчитывается более 800 футбиков, чей потенциал выше 130 гарантированно. Я же для тебя отобрал тех, кто имеет большую вероятность раскрыть свой потенциал в сейвах. Все эти ребята уже прогонялись в сейвах и сделан вывод, что они чаще всего раскрываются. В общем, проверенные челики. Спасибо, что ты досмотрел это видео до конца. Не забудь нажать лайк и подписаться на канал. В другие соцсети тоже заглядывай, Твич, Телеграм все живет, наполняется контентом. Напомню, что за подписку на ТГ ты получишь две плюшки. Пейспак вундеркиндов и шортлист свой сейв. С тобой я не буду прощаться, увидимся в новых видосах.